приветствую на канале виски тайм я продолжаю рассказывать свое мнение о недорогих блендах сегодня у меня виски грандс triple wood бутылка 05 треугольная трехгранная форма как у его старшего товарища глинфидих производитель уильям гранд энд санс дистиллерия глинфидих дата разлива этого образца 29 сентября 21 года если кому интересно срок выдержки не менее трех лет в купаже грандс по некоторой информации должно присутствовать не менее 30 сортов различных виски среди которых глинфидих и бальвини в свою очередь глинфидих должен придавать персиковые дубовые нотки а бальвини ореховую сладость и аромат корицы также по своей концепции этот triple wood выдерживается в трех типах бочек в новых бочках которые отвечают за пряные какие-то оттенки в бочках из-под американского дуба которые отвечают за сладость и старые бочки из-под бурбона которые придают легкий аромат ванили складная такая история получается недоверие конечно есть потому что ценник его довольно невысокий ну на максималках это 1000 1200 за 07 здесь объем 05 я его взял с небольшой скидочкой за 700 рублей посмотрим и попробуем цвет золотистый обычно ничего необыкновенного небольшая тонкая жирненькая каемочка тонкие капельки стекают не очень не очень скажем так разбавленный и далеко не жирный сладковатый аромат да немного фруктовый ну и спирт и конечно же чувствуется спирт немножко пощипывает в носу да немножко возможны груши есть в аромате сладкая фруктовость немного сырости возможно это та самая бочка ну в целом так на аромат если обобщить и не придираться сладковатый немного фруктовый ненавязчивый и мягкий кстати что там еще на бутылке у нас написано triple wood ну да выдержан трех типах различных бочек для придания мягкого богатого и приятного вкуса если сильно-сильно вдохнуть попытаться то может быть где-то там есть это корица но такая какая-то ощущение кисловатости и такой как это как говорят запах самогона да попробуем я не знаю почему но сначала мне показался кисловатым кисловатым потом крепость в принципе чувствую неплохо эти 40 спирты жгучие как бы так разложить да он недорогой но скажем так некоторые плюсы есть показался кисловатым потом такая волна небольшая пряности потом бабахнули эти спирты небольшое обжигание небольшая такая пряная оттеночек такой пряности во рту присутствует так хорошо перебивать этими самыми спиртами которые вот здесь уже внутри ощущается они дальше влияет на вкус крепенький если погонять во рту то может быть он какой-то да и мягкий дальше при глотке жестковатый жестковатый такой острова ты можно даже сказать в отличие от обычного гранца который мне показался плоским в этом может быть что то есть но молодые спирты определенно дают о себе знать странная конечно кислинка какая-то то ли я отвык то ли давно ничего подобного не пробовал она такая неотвратительная неотворачивающая как вот самых дешевых но вызывает какие-то вопросики вопросики ну аромат как и аромат такой дешевенький дешевенький до ощущение что сладость это выветривается остается проявляется какая-то бочковая горчинка бочковая сырость немного немного горчинки кислинка какая-то сомнительная если из плюсов натягом небольшая гладкость конечно в нем присутствует но опять же вот вот при глотке сразу жжет и там если очень сильно постараться можно какие-то плюсы найти которых я выше сказал но обжигают эти молодые спирты после вкусе короткая жгучая такое резкая и к сожалению забивающие его возможные плюсы фиг знает короче лучше он обычного гранца или нет когда я брал обычный гранц ну плоский плоский ничего такого пьешь себе пьешь вот он мне действительно казался каким-то таким простым не резким даже прям плоский виски плоский дешевый поразливал выпил и забыл здесь может быть какие-то намеки есть но фиг его знает не знаю ну 3 полутну хорошо но дешево ну не знаю ничего такого необычного нету вот смущает меня все таки это какая-то горчинка или кислинка хрен ее поймешь даже не знаю еще раз если бы я выбирал в следующий раз хотя конечно это вряд ли ну обычно бы взял если бы просто хотел чего-то дешевенького такого просто из-за того что тут симпатичная треугольная форма брал я когда-то какой-то восьмилетний уж не помню но ничего ничего такой был пряненький такой был уж не помню какая-то там по моему бежевая этикетка была вспомнил картинку тут вставлю что еще можно сказать поразмышлять какие-то там есть шерри каск до эль каск финиш кто пробовал напишите может он прикольно может стоит на него сделать мнение а еще там какой-то смог и собственно я хотел с муки взять его просто не увидела уже дальше лень было куда-то идти его искать не думаю 3 полут возьму все равно нацел на то чтобы рассказать о том если плюсики какие-то в этих дешевеньких слушайте но за 700 рублей 05 ну неплохо ну разлив великобритания до дистиллерия глинфидик спиртуозный но ничего так вроде гранц и гранц но трипл вуд не трипл вуд не было бы написано там трипл вуд ничего бы от этого не изменилось к сожалению все таки есть это волна на спиртуозности она обжигающая но не согревающая короче аромат 5 из 10 вкус за то что за то что эти спирты горечь и колкость присутствуют 4 из 10 поставлю послевкусие 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 опять же по тем же причинам три из десяти ну не знаю брать его или не брать стоит ли переплачивать нам какие-то сто сто пятьдесят рублей за надпись трипл вуд для обычного бленда не знаю не знаю наверное наверное нет наверное не стоит а насчет остальные какие там релизы есть подскажите может быть стоит о чем-то рассказать также кратко и вообще может кто пробовал что там лучше шерри каск или эл каск или еще может там какие-то релизы появились пишите свое мнение оставлять комментарии если пробовали пишите чем можно было бы взять за эти 700 рублей ну уж точно не за 1200 его брать 1200 для него через чур трипл вуд на самом деле вот на этикетке до вот этой но так как он дешевый я предполагаю поэтому та самая тройная выдержка то есть надпись сама она не сильно заметна в отличие сравнение с обычным гранцам ну как подряд две бутылки себе поставить я помню там сложно различить если не вглядеться в этот в эту надпись чтобы еще бы я такое бы смог бы взять в альтернативе за 700 пока не припоминаю ну может быть бэлс вот кстати бэлс или гранц слушайте наверно пожалуй бы я бы остановился на бэлс если вот с этим сравнивать но он тоже конечно такой не мягкий но но там вроде бы иногда можно там какой-то и дыму почувствовать вроде как кстати здесь к этому тоже типа финиша там какой-то намек на дым окну нету тут его на всяком случае я не чувствую блин пахнет дешевизной какой-то не хочется логический итог подвести и пожалуй он будет только в том что я со своей стороны сказал бы что хотите дешевый виски били берите обычный гранц со скидкой не покупайтесь на три полут потому что ничего тут такого нету плоский нож гучий ну и все не переплачивайте короче говоря 700 рублей даже за обычный гранц нормально так чисто для красоты в целом по приколу на этом пожалуй и все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии может быть что-то порекомендуйте действительно стоящие из из линейки гранц для небезразличных зрителей моего канала кто может скидывайте донат я там зарегался на сервисе с той целью чтобы так сказать подкопить и с вашей помощью и со своей на что-то такое интересное ну скажем как там написано у меня октамор уж очень хочется так что буду вам признателен очень благодарен если если вы поспособствуете всего хорошего до новых встреч пейте хорошие виски и не переплачивайте пока вот на самом деле блин очень хочется знаешь что-то вычленить такое наиболее наиболее позитивное что ли в этом во всем вкусе как бы там не хотелось и что-то не получается вот она как это такое смешанное то хочется для зрителей плюс такой определить а кого-то выразительно выдающегося плюса к сожалению нету как бы блин дешево и дешево даже не сердито что это такое откуда взялась эта неприятная кислость то ли я привык хорошим каким-то то ли блин хрен его знает но раньше ну пила этот грантный как бы все ну как пил брал иногда шоу и дешевый плоский плоский сейчас прям как это горится режет глаз а то что режет язык его вот не как водка вот пить как и проглатывают не как виски хрен узнает как купить не скажешь он прям дерьмо и во вкусе вот но все красиво волшебно эти три полу три вида бочек хрен знает короче вот он вот он вот он вот он Продолжение следует...